здравствуйте виноградарин я когда собирался снять несколько серий обрезки винограда как я обрезаю думал что ограничу всего лишь тремя роликами но оказалось что виноград преподносит немножко больше так сказать сюрпризов и пришлось снимать немножко больше значит вот такой вариант который я встретил туда на винограднике это у меня рукав был прошлого года вот такой а вот это сучок замещения был который на нем а это уже была плодовая стрелка вот она была вот таким образом повернута и вот здесь были лозы если они вертикально вверх одна вторая вот третья ну короче сколько их там было я считать уже не буду не в этом суть дела я получил с него урожай теперь мне задача провести обрезку но во-первых вот первое что я увидел посмотрите вот здесь показалось на лозе вот именно на плодовой стрелке здесь наверно был сучок он либо обломан был либо лиснул повреждение вот смотри там внутри уже скорее всего что проводимость пострадала и вот использовать вот эту часть дальше уже опасно потому что на следующий год может рукав и не выкинуть и поэтому хочешь не хочешь я эту часть вот таким образом обрезаю то есть я полностью обрезал все плодовое звено которое у меня было и все бы ничего если бы у меня на сучке замещения выросло бы два побега смотрите у меня сучок замещения а вырос только один побег вариантов у меня осталось немного если бы вот это плодовая стрелка была вот здесь целая не было этого повреждения я бы вот этот сучок сделал бы из вот этого побега раз два три еще один сучок обрезал оставил бы а вот на плодовой стрелке посмотрите вот такой есть мощный побег я бы оставил его обрезал на 12-14 очек делал бы из него плодовую стрелку то есть у меня был бы вот новый сучок замещения который вырос на сучке замещения да он не оказался нижним ну тем не менее он мне не мешал он наружный и значит вот так бы я сделал но не получается здесь на лозе повреждения мне приходится всю плодовую стрелку обрезать и второй вариант у меня вот на сучке опять не получился вот этот побег что же мне делать но вот здесь у меня вырос такой побег и я его на всякий случай оставил не стал удалять и стал выщипывать весной вот теперь оказывается что этот побег не в общем то очень хорошо пригодился у него хорошее очень состояние вызревший побег и не придется его использовать теперь что же мне делать вот с этим сучком во-первых у меня удлиняется рукав значительно и я решил я этом что я в этом году сделаю обрезку вообще без сучка замещения то есть вот эта часть которую я бы использовал я просто вот таким образом обрезаю и оставляю рукав и вот такую плодовую стрелку без сучка замещения теперь какие будут действия мои на следующий год то есть лоза вот это хорошие вызревшие приблизительно там будет 16 глазком значит я постараюсь следующем году спровоцировать вот из этих почек ну желательно а это это либо это ну может быть это чтобы мой рукав не удлинился очень сильно я хочу спровоцировать рост хороший вот такого побега обычно будут хорошо расти только крайние победы то есть последние на этой лозе а вот эти они довольно слабый у них рост и вот чтобы спровоцировать рост побегов обычно вот следующем году я ее буду изгибать вот таким образом горизонтально земли и вот где-то в этом месте я сделаю такой хороший изгиб и вот часто вот в этом месте когда делаешь изгиб немножко начинает хрустеть глаза и скорее всего там каким-то образом немножко повреждается проводимость ткани и вот эта почка получается перед бывает даже и вот это она получается на изгибе что-то там происходит и провоцируется очень хороший рост и вот тогда я уже посмотрю что я буду делать либо это будет новый свечок замещения либо свечок замещения будет здесь а это будет кладовая стрелка ну вот получается это уже планы на будущего но именно в этом году я сделал вот такую обрезку с отступлением от всех правил норм то есть обычная обрезка без свечка замещения ну что делать приходится иногда делать и так вот собственно говоря и все именно об этом отступление обрезка без сучка замещения смотрите подписывайтесь если будут еще какие-то варианты по обрезке я постараюсь их тоже подснять и показать единственное конечно не знаю понятно ли видно ли именно на видео ну а самому это касается тех кто начинает заниматься виноградарством виноградарец опытом то понимают о чем идет речь но посмотрим подписывайтесь на канал лайкайте до скорой встречи пока